В романе «Маковый след», который рассказывает об истории 1796 года. Недалеко от Дербента в Трёх Верстах было селение Абасово. Жители этого села спасённые потом переселились в Дербент и по сушеству стали первыми жителями города Дербента в 1796 году. Что это за время? Правительство России в лице Екатерины II послало армию на подавление восстания Костюшка в Польше. Екатерина послала Валериана Зубова, командующего. И Валериан Зубов подавил это восстание. И уже когда война по сушеству была закончена, польские егери зарядили снарядом пушку и направили прямо туда, где стояли генералы царской армии. И снарядом разорвало ногу Валериану Зубову. И Екатерина в знак своей преданности ему заказала в Англии золотой протез – ногу. И Валериана после этого на Кавказе называли «кызыл аях», что в переводе означает «золотая нога». К нему привели егеря польского и спросил, кто стрелял. А егерь возьми и скажи – «жид». Какой «жид»? Ну, «жид» – еврей. С этого времени он стал ненавидеть евреев. И когда он оказался главнокомандующей армии Екатерины на Кавказе, на войну, попосланный на войну с Персией, он оказался на рынке. Это исторический факт. Ему подали петицию. В петиции жителей села Абасово Гавриил Ханукаев попросил главнокомандующего, чтобы ему присвоили звание купца первой гильдии. Он был второй гильдии. А это не давало права выезда на столице. Зубов спрашивает Валериан, сопровождавшего его наиба Табасаранского, «Кто это?» Он говорит «купец». «Еврей, жид». «Ах, еврей!» Он не только не удовлетворяет просьбу, а приказывает своему заместителю послать туда людей и разгромить это село, уничтожить это село. Тот говорит «А зачем нам людей посылать?» «Вот наибу поручим, пусть он свою преданность докажет». И он посылает своих людей. Там погибло много, около 60 человек, представителей горских евреев. В основу этого романа лежит вот этот исторический факт. Факт разгрома селения Абасово. И как оттуда оставшиеся в живых горские евреи переселились в город Гербент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова